Приветствую вас, твои вопросы вы задаете довольно серьезные, мне бы хотелось вот так вот на них от всяких сходов, то есть говорить вам о том, что действительно это так или нет. Верите ли, вы задаете очень сложный вопрос, вы говорите действительно ли вы любите его, и я должен здесь сказать, что наверняка знаете только вы, только вы знаете наверняка, любите вы человека или нет, не мы, тем более по такому маленькому тексту, тем более не знаю вас, не общаюсь с вами, ни кто-либо другой не сможет сказать вам любите вы его или нет, наверняка, потому что любовь она для каждого человека своя. Но, знаете, вот вы говорите, что мы друг друга любим, но я уже устал от отношений, которые сейчас. Я понимаю, что сейчас вы мы не будем, потому что мы родные люди. Вот знаете, ключом к пониманию вашей проблемы является следующее. Поскольку отношения всегда были сложными, поскольку вы всегда были разными людьми, то получается, что вот эта разность, она всегда была, она не появилась вот так внезапно, просто раньше, она вас устраивала, эта разность, а сейчас уже нет. И если вы пишите, что вы устали от отношений, это означает, что вы перестали принимать мужчину таким, какой он есть. То есть, он ведь не изменился, верно, он не стал другим. Вы перестали принимать его, и перестав его принимать, вы захотели расстаться. Но он вас не отпускает и говорит, что он будет на собой работать, то есть станет тем, кем вы хотите его видеть. То есть, по сути, изменится и потеряет себя. Ну, имеется в виду, что теряет свою индивидуальность ради вас. Так что, не мере, он хочет это сделать. И весь вопрос заключается в том, принимаете ли вы то, что человек ради вас готов потерять себя, может потерять себя. Если вы устали от отношений, значит, вы больше его не принимаете. А значит, это была не любовь, а возможно, влюбленность, а атмосфера была страсть, возможно, это была привязанность. Но любовь это когда человек принимает. Когда человек принимает таким, как он есть. Когда счастлив от того, что с ним проводишь время. Просто от того, что рядом. Вы понимаете, что счастливы вы не будете. Не будете. С тем, какой он есть сейчас. И это обначает, что именно такой, как он есть сейчас, он вас не устраивает. Свою отчество это обначает то, что вас не устраивает. Что вы не принимаете его таким, как он есть. А раз вы не принимаете таким, как он есть, значит, можно сказать, что вы его не любите. Можно сказать, что это привязанность. Потому что, знаете, зависимость, я бы не сказал, что это зависимость. Потому что вы же хотите расстаться, вы решили расстаться. Ну, значит, вы сделали первое число. Потому что вы встать без него. А это говорит о том, что вы все-таки, если бы вы независимы, то зависимость готовы преодолеться. Вот в этом плане вы молодец. Другое дело, что молодой человек готов меняться. Он готов стать тем, кем вы хотите его видеть. И здесь скроется проблема. Дело в том, что... Ну, во-первых, я уже задал вам этот вопрос. Готовы ли вы допустить возможность того, что молодой человек ради вас меняется? То есть, как вы сами к этому относитесь? Вот считаете ли вы, что человек ради другого должен менять себя? Терять свое индивидуальное, становиться каким-то другим. Вот, понимаете, если вы считаете так, тут нет правильного и неправильного решения. Просто для кого-то это приемлемо, а для кого-то нет. И если это приемлемо для вас, то тогда попробуешь. Дайте мужчине шанс. Если нет, то лучше сразу отказаться. Сказать, что нет, не надо ради меня меняться, не надо ради меня над собой работать, ты такой, какой ты есть, ты найдешь своего человека, я найдешь своего человека, чтобы не в порядке. Вот. То есть, момент здесь именно такой, что это упирается вот в моральный вопрос. Для кого-то это приемлемо, для кого-то нет. Тем более, что человек сам хочет. Это усложняет немного именно ваш выбор. Но это не делает. А ваше отношение к выбору немного другое. То, что человек от вас зависит, молодой человек, это, скорее всего, вот у него зависимость от вас есть. Сто процентов. Потому что только зависимый человек готов измениться ради другого. Откровенно, меняться, если вреда никакого нет. То есть, смотрите, а если случилось так, то два человека встретились. И встретившись, у них какое-то время все было хорошо. Потом они начали ссориться. Мужчина, например, стал вести себя плохо. Причинял боль своей женщине. И она ведь желает не уйти. Вот здесь, да, здесь работать он с собой надо. Прямо если мужчина начал все портить. А в вашем случае, мне кажется, что мужчина был с собой. И это здорово. Ну, опять же, с точки зрения сохранения индивидуальности, это здорово. Другое дело, как это с вашей точки зрения, но это очень другой вопрос. Вот. То есть, ситуация здесь вот именно такая, что приемлемо для этого для вас. Вот. Далее. Значит. Может ли мужчина действительно измениться ради женщины в критической ситуации? Если действительно боится ее потерять, если чувствует чувство, она ему нужна, 25 лет это вполне приемлемый возраст, когда человек может измениться. Другое дело, готов ли он к тому, чтобы это делать. И другое дело, готов ли вы принять такой поступок, от мужчины. Вот. Это уже вопрос морали. А временное ли это явление? Объектный этот вопрос зависит от самого человека. То есть, какой сам человек? Какой мужчина? Вот вы говорите, да? Люблю ли я его? А надо с вами поговорить. Надо с ним поговорить, чтобы понять, временное в него явление или нет. Если человек видит, что ситуация критическая, если надо менять, что в никуда отношения ведут, он может измениться. И это будет не временно, это будет навсегда. Если человек недостаточно серьезно воспринимает ситуацию, недостаточно серьезно относится к вам, то это будет временное явление. Но проблема заключается в том, что неизвестно, какой человек. Вы ничего не пишете как бы про себя. Вы ничего не пишете по сути про него. и вот задаете такой вопрос, ответ на который можно дать приблизительно, только исходя из как бы более близкого знакомства с вас. Ничего не зная о вас, не имея представления о вашем психологическом пострете, не имея представления о вашей личности, о ваших ценностях, о ваших взглядах, о вашем характере, темпераменте, нельзя сказать о том, любите ли вы его до конца однозначно полно. И не зная вашего мужчины, может тоже выразить такую же мысль, что точно ответить на вопрос нельзя. Ну а если в общем, то ответ уже был да по поводу временного явления. Что хочется сказать еще. Вот вы говорите, что отношения были всегда сложными. И что мы разные люди. Во многих вещах не сходимся во взглядах. Но вы знаете, это нормально. Это и делает людей уникальными. Было бы скучно на самом деле, если в другом человеке вы видели бы себя. Но это опять же зависит от вашего темперамента, от ваших ценностей, от вашего развития, от вашего опыта, от вашего воспитания, от модели женского поведения, от модели приемлемого мужского поведения. Понимаете, от очень многих взглядов зависит оценка отношений как сложных и приемлемых к этому. Например, вы хотите отношений легких, допустим. Соответственно, вопрос, что есть легкие отношения для вас? И если такие легкие отношения для вас, то почему вы согласились на эти отношения? Не будет ли вам скучно с человеком, который, например, будет похож на вас? Какой уровень похожести, какую степень похожести вы для себя приемлемете? Приемлеме. То есть, считаете ли вы, что люди во всем должны быть похожи? Или считаете ли вы, что похожи должны быть только в определенных моментах? Например, и так далее. То есть, вот это все то, что вас характеризует, характеризует ваше я, одно из многих я. И, по сути, характеристика ваших я и даст ответ на все вопросы. А пока можно отвечать только на таком достаточно общем уровне. Конкретно про вас можно сказать только, если будет информация о вас. Но я полагаю, что задавая такой красный вопрос, вы хотите получить представление о ситуации в целом. Пожалуйста, это представление о ситуации в целом я вам дам. Оно не очень строго, оно неоднозначное, потому что для каждого человека свое. И я не хочу говорить что-то дурное про коллег, но тот, кто скажет вам что-то конкретное, что-то однозначное здесь, обладая той же информацией, что и я, той же информацией, что предоставили вы, этот человек будет не прав. И этот человек при наличии специфики психики человека создаст системообразующий прецедент, дав вам свое мнение. Что это значит? Это значит, что дав однозначный ответ, человек повлияет на ваше видение, на ваше восприятие, на ваше я. А мне кажется, что это не ехать хорошо. И это опасность. Опасность подобного мнения. Его образующий характер. Особенно, если вы сами ответа на вопрос не знаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. я до что я ваше